Друзья, всем привет! Расскажу вам сегодня о топ-3 лживых проступка от ВГ. Смотрел как-то на днях видео с Василийском, в котором он рассказывал о ютуберах, ушедших из Блица. Так вот, в гостях был Захария. К слову, слушайте, сейчас все поймете. Как-то было заявлено, что-то мы повышаем доходность. Ну, короче, это была пыль в глаза, я толком не помню, это было больше полтора года назад. Ты так понял, не застал этот момент, когда вводились... Скорее всего, да-да-да, скажи, пожалуйста, когда это было и все, а то люди думают, чего, какая доходность. Короче, полтора года назад, вроде бы. Помнишь, есть три шкалы, да? Оборудование, снаряжение и что еще? Вспоминай. Ну, какая еще третья шкала? Ты же знаешь, ты играешь, я не играю. Ну, снаряды. Разработчики ввели еще одну шкалу, помимо снаряжения и оборудования. Они ввели амуницию, если кто помнит... Если кто помнит, думаю, у вас немного здесь. А именно, то, что танки будут фармить еще лучше. Какая же это ложь. Помню, пишу мяснику, как тебе обнова. Та, говорит, что-то без према в минус дикий стал уходить на ВК-2801. С вводом амуниции, говорит, такое впечатление, что танки стали хуже фармить. А ТТХ танка словно подкрутили. И без амуниции реально играть стало, ну, совсем неудобно. Либо КД сильно долгое стало, либо танк как-то медленнее стал ехать. Или если танк медленный, он становился еще слабочнее. А ведь раньше люди катали без према и амуниции, и мудрялись еще как-то фармить. У кого на тот момент даже премов особо не было. И это послужило главным уходом из Блица такого ютубера, как Захария. Вряд ли кто его помнит из вас, но был. Обидно, что Василиск так и не вспомнил, о чем рассуждал Захар. Следующая жесть, которая пришла к нам от ВГ, это обновление 3.8. И, собственно, оборудование, а точнее ее ребаланс. Все бы, конечно, хорошо, но, блин, культурными словами мне будет сложно это все объяснить. Зато мне сейчас поможет Тони Монтана. Если есть дети, осторожно, сейчас будет пара, тройку некультурных словечек. Поэтому заткните уши, зато все очень в тему. Ребята, вы посмотрите, что вы понаводили в эту игру и чем она стала. Игра стала ничем, ребята, в ней невозможно играть. Нет удовольствия больше от этой игры, никакого. Вы будете говорить, что вот чего, ноете, все окажетесь в равном положении. Ребята, меня не устраивает, что я буду стоять раком точно так же, как и всем. Меня это не устраивает. Если все стоят раком, это не значит, что у меня есть тоже желание стоять раком. Нет. Я потратил 1 миллион 800 тысяч на то, чтобы выкачать оборудование. Какого хрена вы у меня его забираете? И даете мне за место него компенсацию и просите меня 24 дня подождать. Это мое время потраченное. Почему я должен тратить еще время на то, чтобы вернуть себе свое же оборудование, ранее установленное. Я не против того, что они вводят это новое оборудование. Ребята, это может быть интересно, это может быть действительно полезно. Но какого хуя вы ставите ограничитель во времени? Какого хуя вы ставите стабилизатор в третий ряд открываемого оборудования? Это мое основное оборудование, которое у меня было. Почему я теперь должен открывать 6 ненужных мне слотов для того, чтобы вернуть себе стабилизатор? Да, я искренне поддерживаю слова Монтаныча. Возможно, оно бы и неплохо, но какого фига вы ставите таймер? Убираете возможность выбрать именно ту оборудку, которая мне нужна в данный момент. Чтобы поехать в бой на вновь в качаной десятке, нам нужно ждать почти месяц, пока оборудка не сойдет с грядки. Алло, ВГ, здрасте, у вас там название, ошибочка. Добавьте, лучшая историческая ферма в игре, в мире. Пособие, как вырастить танк 10 уровня и не отгребсти с нулем. В целом, новая оборудка получилась довольно интересной, но первое это сраный таймер. Не хочешь ждать месяц? Донать. Второе это детали. Ребя, у меня до обновы 3.8 все танки были полностью оборудованы, и я тратил время, чтобы нафармить. В итоге, мне дали компенсацию в виде деталей. Еле хватило на тот момент, чтобы оборудовать полностью чисто прем танки. Вы вдумайтесь, у меня забрали все, дали малую долю. Браво, ВГ, хлопаем. Первая невозможность играть без према, донать, короче. Второе, не нравится ожидание, тоже донать. А третье это новый сезон рейтинговых боев и возможность играть с 75% экипажем. Как сказали разрабы, рандом лучший способ прокачки экипажа. Да что вы, а вы сами пробовали в рандоме прокачать экипаж на десятках? Снова ситуация не нравится, донатим в экипаж. А может я хочу в РБ попробовать только купленный танчик, посмотреть как он без оборудки, которую ждать тоже месяц приходится. А ничего, что у меня лига была 3950 и я нормально, понимаете, нормально катал с 75% экипажем, прокачивал его без доната. Это мой выбор, не тратить бабки, но тратить время на прокачку. Ну и теперь, что не нравится? Не нравится. Донать. И самое главное, мое мнение о забастовке танкистов. Знаете, в этой ситуации очень красиво поступил тортик. Просто низкий ему поклон. Как настоящий мужик, молча ушел, никого не обсирал, досвидос, не нравится, не катай в танке. Либо, как сказал Вертушка, еще когда был Блиц живи, по сути это то же самое, только чуть-чуть слова поменяли местами. Он сказал, ребят, для вас это игра, а для разработчиков это денежный проект. Поэтому, как бы тратить свои время, нервы, ну ни к чему, не надо вам распыляться, не нравится, не катайте. Вертушка правильно сказал, эта игра, эта игра переживет и ваши каналы, и вас переживет, всех переживет. Реально всех переживет. Потому что сколько, вы посмотрите, сколько ушло ютуберов из Блица, а игра все еще продолжает. Правда, скатываться, я хотел развиваться, но тем не менее. Деньги зарабатываются, бабки капают, все хорошо у разработчиков. А там, что творится, ну это уже вам решать, не нравится, опять-таки, либо донатьте, либо вообще удалите игру. К слову, если ты нормальный взрослый мужик и сидишь на стволе гриля... Дети ж смотрят, да? Не надо этого, блядь. Честно, я пробовал делать другие ламповые стримы, вот возьмите Little Nightmare. Мне почти 20 дизлайков тулили и сидело от силы человек 7. Поэтому лично я из танков не собираюсь уходить, тем более с планшета играть мне реально нравится. А вот с ПК каждый раз хочется тупо удалить танки. Может быть дело в том, что игра больше мобильная была изначально. В этом вся и проблема, что ее начали выпускать на настольные ПК. И самое главное, если ВГ снова обосрутся, с кем вы еще сможете проорать? Как не со мной. Да и вообще, кто хочет игру удалять, ну молча удалите как мужчина, как сказал Тортик. И не надо об этом распылять. Правда, конкурентов у Блица, как по мне, немного. Только мобильный паб и все. Всем удачи, друзья.